Мне очень нравится Барнаул, особенно Барнаул, который был сто лет назад. И мне очень хочется, чтобы частичка вот той истории у нас была сейчас. Я сама очень люблю, чтобы было красиво. Я очень люблю комфорт. Это не сказать, что это роскошь, это именно качественная жизнь. Уютная, облагороженная. И мне очень хочется это нести людям. Мой бизнес идет с 2003 года, но тогда не я была во главе, а был мой муж во главе. И я дальше продолжила уже. И вот в течение где-то 8 лет я самостоятельно плаванила. Мы себя позиционируем как предложение частным лицам бизнесу также. Это услуги, все, что связано с окнами внутри помещения, снаружи. И это больше нестандартный. И как раз вот в то русло мы и предлагаем, и двигаемся, что окна это не просто квадратные окна, а это вот что-то такое изысканное и очень-очень индивидуальное. Наша Сибирь, она вообще очень неспокойная. Прескоконтинентальный климат, он дает очень большие нагрузки в сезон. Хотя мы стараемся нивелировать эту сезонность, например, в лето это мы уходим с окнами, жалюзей, в зиму мы уходим с сервисным обслуживанием. Тяжело, конечно, ввести прям плавненько, все красиво. И в принципе даже планы строить очень сложно, потому что каждый год он непредсказуемый. Первая неделя это была просто в прострации находилась. Я вообще не понимала, что делать. Я понимала, что нужно собраться и действовать. Вот это вот неделя, которую мы дома просидели. А потом, когда было послабление для строительных организаций и строчных ремонтов, мы вышли благодаря людям, всем звонкам, которые нас подстегнули на все это. Мы начали работать. Апрель выпал, зарплат меньше. И, соответственно, наши заказчики пострадали от этого. Я думаю, вообще без ограничений все. Я думаю, что эта цепная реакция, она дальше только продлится и усугубится. Я все-таки стараюсь разграничивать время для бизнеса и для семьи. Ну, я мама, я жена. Это невозможно вот так вот все в один котел свалить. То есть в любом случае что-то будет отстегиваться, да? Либо это бизнес, либо семья. Говорить про то, что бизнес нужен для того, чтобы быть свободным, вот я прям очень сомневаюсь в этом. Потому что это 24 часа в сутках, и все они заняты только вот, что сделать, как быть, что предпринять. И это постоянно забито этим голова. То есть абсолютно ты свободным не можешь быть. Субтитры сделал DimaTorzok